Всем привет! Это телевизор LG, к которому я подключил универсальный скайлер. Видео чуть-чуть не по тени моего канала, но хочу рассказать, хочу поделиться, потому что информации, как именно подключить скайлер к телевизору, к матрице телевизора, информации мало. В основном все их ставят на какие-то матрицы от ноутбуков или на старые мониторы. Причина такого шага была в следующем. Это оригинальная материнка от телевизора. Она вышла из строя, а именно здесь вышел из строя чип, который отвечает за работу всей материнки. То есть в нем записана программа, что делать, как включаться, за что отвечать и так далее. Он сдох, за его замену запросили 7000 рублей, когда новый телевизор стоил 11, при том смарт. Это было три года назад. Я от ремонта вежливо отказался, за что с меня взяли 400 рублей за диагностику и еще сперли тюнер. Кому будет интересно, что за мастерская, пишите. Я вам расскажу, где она находится и куда не надо сдавать в ремонт свой телевизор. С этой материнки мне еще понадобился разъем, который шел на динамике. Я его сюда выпаял, потом расскажу зачем. Таким образом сейчас выглядит телевизор внутри. В левой его части находится блок питания. По центру верхней части находится инвертор. В нижней части находится текон, куда подключается сама стеклянная часть матрицы, который подключен к шлейфу скалера. И в правой части находится подключенный скалер с вентилятором. Модель скалера D3663 Lua. Найти можно его на Алиэкспрессе. Просто в поиске достаточно набрать универсальный скалер по-русски, и он выдаст их огромное количество. Три года телевизор стоял без ремонта, по причине того, что выкинуть его было жалко. У него целая матрица и целый блок питания. А скалеры на тот момент в продаже, которые были, прошивались под конкретную матрицу. Или поддерживали конкретные матрицы. Данная матрица в списке поддерживаемых не нашлась. И я не стал заморачиваться с покупкой скалера, думая найти материнку. Сейчас материнки продаются, цена у нее 2000 рублей, но она уже бесполезна, потому что она не поддерживает формат вещания DWBT2, который работает сейчас на территории России. И пришлось бы докупать еще приставку. Это еще плюс. 1000-1500, соответственно, ремонт выходит в 3500. Скалер обходится в 1000 рублей с доставкой. Чтобы его подключить, вам необходимо найти такой шильдик, наклейку, и найти даташит на матрицу. Достаточно ввести в интернет это название полностью, вот с этими символами, и набрать даташит. Вот найти PDF-файл, скачать его, и посмотреть, и почитать. Информация, которая необходима из него, это на сколько вольт питается данная матрица. Эта матрица питается на 12 вольт, ее битность 8 бит, и сколько каналов. У меня один канал. То есть 12 вольт, 8 бит, один канал. И разрешение. По разрешению, битности и каналам выбираете прошивку. Записываете на флешку, вставляете в USB разъем скалер, и прошиваете. Скалер уже будет готов для работы для данной матрицы. Что касается подключения, в комплекте идет вот такой вот кабель. Он, естественно, будет короткий. Я докупил кабель 40 сантиметров. 45. Но на тот момент я не учел ни битность, ни количество каналов. А если бы я это знал, можно было бы заказать сразу кабель с данной распиновкой. Опять же, надо посмотреть, с какой стороны будет питание. С первого контакта или с 30-го идти. Вы забиваете в поиске 8 бит, 1 CH, LVDS. И находите необходимый кабель. То есть с шнурком я решу проблему, перебрав на нем контакты и подключив его именно по канально. Сложности это особо не составило. Схемы и наименования все можно найти в интернете. Схему распиновки скалера. Схему распиновки матрицы у вас в дата-шите. И вы просто сопоставляете контакты питания, земля и остальные. Здесь у вас идет в начале питание. Потом идет земля. Потом идет сигнал, земля, сигнал, земля, сигнал, земля. И вот в том порядке, в каком они здесь, они должны совпадать на матрице. То есть если здесь мы берем первую пару проводов, сигнал, земля, то здесь эта пара будет тоже стоять первой. Это и на практике, и по описанию все сошлось. Еще к скалеру я заказал планки для монтажа в корпус, металлические с отверстиями. Но они мне не понадобились по причине того, что они высокие и корпус уже не закрывался. Я взял оригинальную планку, настерлил в ней дырок, вырезал необходимые проемы и сюда ее поставил. Вот таким образом она выглядит. По-моему, довольно неплохо. Для охлаждения радиатора, точнее чипа, на котором стоит маленький радиатор алюминиевый, я поставил вентилятор. Это вентилятор на 12 вольт, чтобы он сильно не жужжал и работал не в полную мощность. Я его подсоединил к 5 вольтам USB. То есть перевернул скалер и подпаялся к плюсу и минусу, не путая полярность. Этого достаточно, чтобы он обдувал плату, обдувал радиатор и не был сильный нагрев. Разъем с оригинальной материнки для динамиков я перепаял сюда. Здесь имеется два ряда контактов, точнее отверстий под контакты. Один от стандартного, а второй как раз подошел для этого. Они соединены в параллель и динамики заработали отлично. Провод я поставил оригинальный, только уже длинным концом, на ближайший динамик. А второй провод нарастил для второго. Самая большая проблема была с питанием. Как запустить трансформатор, точнее блок питания. Как запустить инвертор. И как, чтобы все вместе это заработало. При изучив документацию, хотя я этим занимался так плотно впервые, я выяснил, что на плате блока питания находится несколько групп контактов. Это 12 вольт, 24 вольта, 3,5 вольта дежурка. Дежурка это когда у вас на телевизоре светится светодиод спереди на панели. Работает вот этот трансформатор с минимальной нагрузкой. И ждет сигнала от материнки, чтобы включить вот этот трансформатор, который уже выдает 12 и 24 вольта. Чтобы запустить этот трансформатор, необходимо замкнуть 3,5 вольта с дежурки и power on. Просто их соединить. Уже включается вот этот трансформатор и подает на материнку 12 вольт и 24 на инвертор. Но задача была как еще зажечь инвертор, чтобы загорелись светодиоды. Их здесь расположены 6 штук и там идет больше 100 вольт на них питание. Для этого уже необходимо было соединить 3,5 вольта и контакт инвертор on. При соединенном 3,5 и power on. Тогда включает, уже включен у вас этот трансформатор большой и включается инвертор. Начинается подсветка матрицы. То есть самая большая проблема в том, чтобы здесь запустить подсветку на телевизоре. Потому что она запускается с родного блока питания. Если она не на 12 вольт, а как у меня в частности на 24 или как на другом телевизоре на 103 вольта, то деться уже некуда, надо откуда-то это напряжение брать. Я на одном украинском канале видел аналогичный телевизор. И ребята поставили туда такой же универсальный скалер. И его запитали с дежурки 3,5 вольта, подняв с помощью повышайки до 12 вольта и подключив к скалеру. Но канал это коммерческий, это сервис телевизионный или по ремонту. И они не рассказывают все до конца. Естественно при поднятии с 3,5 вольта и 1,3 ампера до 12, мы получаем 0,3 ампера. Этого уже не хватает для работы скалера. При включении блок питания уходит в перезагрузку. Потом опять включается и опять уходит в перезагрузку. И начинает все это катастрофически моргать. Мне пришлось вывести кнопку обычную механическую, которая у меня занимается тем, что включает вот этот трансформатор. То есть она замыкает 3,5 вольта и power on. Так как этот телевизор будет висеть на кухне и всегда есть доступ к этой кнопке, ее можно включить, посмотреть и потом выключить. Естественно если у вас этот телевизор висит где-то в комнате, то вообще установка этих скалеров по мне это колхоз. И колхоз больше для компьютерных мониторов и каких-то старых ненужных матриц. Если у вас нормальный телевизор, лучше его отремонтировать в нормальном виде, чтобы он полностью функционировал. Если конечно ремонт не рентабелен, можно сделать что-то как у меня. После того как я включаю эту кнопку, у меня появляется в системе уже 12 вольт, которые проведены напрямую на скалер. С пульта я включаю скалер, он начинает работать и остался вопрос включения подсветки. На скалере есть разъем для подключения инвертора либо для ламп, либо для диодов. На нем есть 12 вольт, которые работают постоянно, когда подается питание на скалер. Есть земля и есть разъем BL-ON, который с момента включения скалера начинает поступать 5 вольт. Я ничего другого не придумал, как взял оптопару, завел на нее 5 вольт землю при включении скалера. На нее продается питание и открывает два других контакта противоположные, на которые подсоединил 3,5 и инвертор ON. Телевизор полностью функционирует, вентилятор охлаждает. Единственное, что не удалось продумать, это нормальное отключение блока питания, что пришлось делать с кнопки. Немного о технике безопасности. При подключении сюда 220 вольт здесь уже создается высокое напряжение и руками сюда лезть не надо. Здесь в этой части напряжение низкое, в этой части высокое. Поэтому все ваши действия будут на ваш страх и риск. Что касается подключения кнопок, здесь разъем, от кнопок я отказался, оставив только шлейф с диодом, который синий-красный, и с инфракрасным приемником. Встроил их на место штатных кнопок. Включается телевизор таким образом сейчас. Вначале кнопка, потом пульт. Ну вот, изображение есть, каналы щелкаются, звук прибавляется, убавляется. Что не удалось сделать, это регулировку подсветки. На инверторе стоит шим-регулятор, и как уменьшить или увеличить яркость, я не разобрался еще. Вероятно, можно выпарить или добавить какие-то резисторы, чтобы уменьшить ток. Но я в это дело еще не полез. Так что подсветка жарит на полную, но в принципе телек заработал. Выключается в обратном порядке, вначале хрустом, и потом приходится гасить кнопкой, чтобы не работал большой трансформатор. Потому что если оставить, он все-таки имеет нагрев. Всем спасибо, ставим лайк, всем пока.